В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. На улице Фатьянова во Владимире сгорела иномарка. Это случилось в понедельник утром около жилых домов. По информации очевидцев, когда машина уже горела, в ней находился человек. Высказывается предположение, что он спал. До него пытались достучаться, однако он не реагировал. И вдруг, судя по этому любительскому видео, дверь горящего авто внезапно открывается, и из нее выбегает мужчина. По информации регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил в 9.20 утра. Спустя 10 минут после приезда пожарным удалось локализовать возгорание, а к 9.45 и вовсе его ликвидировать. Как выяснили дознаватели, в течение всей ночи хозяин машины находился в автомобиле с работающим двигателем. Предварительная причина пожара – перегрев и воспламенение горючей отделки кузова автомобиля. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. В минувшие выходные трагедия на пожаре произошла в поселке Новки Камешковского района. В субботу ночью там загорелся частный жилой дом. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. В течение получаса пожар в частном жилом доме был потушен. В результате пожара сгорело чердачное помещение на площади 60 квадратных метров и дворовая пристройка на площади 40 квадратных метров. К сожалению, после тушения пожара на месте были обнаружены тела двух погибших. Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 18 человек. Причину пожара устанавливают. На Садогодском шоссе в понедельник утром якобы обнаружили взрывное устройство. Как сообщают пользователи соцсетей, за зданием департамента транспорта ночью кто-то оставил коробку, перемотанную скотчем. На место вызвали полицию и спасатели. Людей срочно эвакуировали. Как сообщили полицейские, тревога оказалась ложной. Ничего похожего на бомбу специалисты не обнаружили. Не обошлись выходные без трагедии на дорогах области. Всего зафиксировано 18 аварий с пострадавшими. Двое погибли. По информации из соцсетей, в одном из ДТП в выходные погиб помощник Владимирского прокурора. Областная прокуратура комментировать это отказывается. Известно, что трагедия произошла в Садогодском районе. По предварительной информации, около 23 часов 50 минут на пятом километре автодороги Веригина-Головино водитель квадроцикла совершил съезд в правый кювет по ходу движения. На транспортном средстве передвигались два человека. В результате ДТП один мужчина скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. Стоятельство, конечно, уточняется. Вины не признает в Ленинском рассуде бывший вице-губернатор Дмитрий Хвостов. Произнес последнее слово перед вынесением приговора. Напомним, экс-вице-губернатора по строительству обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. В деле фигурируют четыре эпизода. По версии следствия, от Владимирских застройщиков Хвостов получил больше 20 миллионов рублей. В деле фигурируют названия известных строительных фирм, представители которых по материалам следствия передавали бывшему чиновнику деньги. С одной стороны, Хвостов вроде и рад этому открытому судебному процессу, на котором общественность узнала о нравах, царящих в строительной отрасли. С другой стороны, в последнем слове бывший чиновник подчеркивал, что его оклеветали. Показали истинное лицо некоторых строителей, которые дали ложные показания подпись меня. Их телефонные переговоры, где было ясно, что им наплевать на всех, кроме себя. Что пришли в суд и просили, чтобы их переговоры, телефоны не давали информацию. Им есть что скрывать, поверьте мне. Но не все строители такие. Божество хороших и порядочных строителей в нашей области. Сам Хвостов вины не признает. Он считает, что дело сфабриковано и имеет политический характер. Бывший вице-губернатор по вопросам строительства уже два года находится под стражей. В своем последнем слове он поблагодарил судью за то, что тот разрешил ему свидание с сыном и звонок к матери. Теперь Хвостов надеется на справедливый вердикт суда. Приговор по его делу озвучат в ближайшую пятницу, 23 ноября. Хочу отметить, что свидетели, которые давали показания против меня в суде, яшно сказали, что на них было оказано давление со стороны следствия, что обозначает, что все дело сфабриковано против меня. Это записано в протоколе допроса суда. Уважаемый суд, если я привозил свои полномочия, то готов понести наказание. Взяток я не прав, не отказал. И разовор о них нею. Виновным себя не считаю. Прошу суд объективно рассмотреть это уголовное дело и внести справедливое решение. ЧП в Собинке. В минувшие выходные в жилом доме номер 9 на рабочем проспекте обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. По одной из версий, это случилось из-за незаконной перепланировки. На первом этаже убрали перегородки. В результате конструкция не выдержала. Что будет с печально известными собинскими казармами, разбирались наши корреспонденты. За некоторое время до ЧП жители подъезда стали слышать характерный шум. Вызвали аварийные службы. Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в 2.45 ночи. На место экстренно прибыли сотрудники управления МЧС, представители местной администрации, сотрудники аварийных служб. К моменту обрушения все жильцы подъезда были эвакуированы. Никто не пострадал. По первичной оценке спасателей, угроза дальнейшего обрушения отсутствовала. Второй этаж уже давно пустовал, а первый арендован частным лицом. Третий этаж, где жили люди, не пострадал. Подачу электричества и газа в подъезд сразу же прекратили. Двери опечатали. 29 жильцов аварийного подъезда расселили. Кому-то местная администрация предоставила площадь из маневренного фонда. Кого-то приютили родные. После этого подъезд закрыли, а около дома выставили охрану, чтобы не было мародерства. Несколько семей, у которых было второе жилье, уехали туда, уехали к родственникам. Основной вопрос сейчас мы решаем. Один человек парализован, мы решили его в интернат вместе с женой. Они дали согласие. И есть несколько квартир у города Собинки, у муниципального образования. Утром местные жители вернулись в подъезд. По их словам, у этой Собинской казармы не одна проблема. Крыша протекает, краска со стен облезает, внутри стоит неприятный запах. Жить здесь пенсионерам и семьям с детьми с каждым днём становится всё страшнее. У нас аварийный дом не признают. У нас вот сегодня всё упало ночью. То есть о расселении вообще не говорили? Да и никто ничего не говорит. Заявление только пишите, что вас куда-то там переселят. У нас же дети, да. Сегодня всю ночь не спавши. Бабушку увезли к дочери. Мы все падаем, у меня мальчишка два года, вот как нам? По предварительной версии, причиной обрушения межэтажных перекрытий стала незаконная перепланировка. Здесь убрали перегородки. Они были хоть и не несущие, деревянные, но всё равно поддерживали балку потолка. А на втором этаже, наоборот, усилили перегородки. Вместо деревянных сделали кирпичные. То есть верх усилили, низ ослабили. И произошло обрушение. Понятно, что никто, ни у кого разрешение не спрашивал здесь. Ни у нас, ни у Гранкина. Евгений Гранкин – это начальник областной инспекции по охране объектов культурного наследия. На месте ЧП он не случайный. Особенские коридоры, несмотря на неприглядный вид, представляют историческую ценность. И Гранкин говорит, что наниматель без специального заключения не имел права делать перепланировку. Очевидно, проводили работы, кто-то. Сейчас мы разберёмся. Перегородки, которые не надо было, потому что это экспертиза должна, проектная документация. В Собинку приехал и губернатор области Владимир Сипягин. Он лично осмотрел не только 9-й дом по рабочему проспекту, где произошло ЧП, но и соседние казармы. Сейчас власти региона собирают информацию по техническому состоянию всех зданий такого же типа, чтобы не допустить новых обрушений. Надо обойти и посмотреть, где нет перегородок. Потому что если нет перегородок, срочно тогда подключаем уже правоохранитель, для того, чтобы понимание было, опросы делаем собственников, на каком основании. Ну и дальше следствия пошли. Последующие действия по отношению к собственникам. В конце недели Владимир Сипягин планирует встретиться с руководством Министерства культуры Российской Федерации. Главный вопрос – снятие с Собинских коридоров статуса памятника регионального значения. Это позволит области начать реконструкцию небезопасных для жизни людей зданий. Валерия Саенко, Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Бюджетная привлекательность Владимирской области. Каков государственный долг 33-го региона? За счет чего будет пополнять областная казна в 2019 году? О главном финансовом документе региона говорим сегодня с председателем комитета ЗАГС Собрания по бюджетной и налоговой политике Михаилом Максюковым. С ним будет беседовать мой коллега Алексей Дузин. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Юрьевич, обычно бюджет обсуждают публично. Соответственно, может ли житель Владимирской области прийти и поучаствовать в этом обсуждении? Допустим ли это? Конечно, да. Бюджетный кодекс предписывает нам, чтобы бюджетный процесс проходил публично и открыто. Мы в Владимирской области полностью придерживаемся этого правила. Буквально недавно у нас прошли публичные слушания областного бюджета. Публичные слушания проходили на какой площадке? Это проходило на базе законодательного собрания Владимирской области. Мы организовали это обсуждение. И работа над материалами, которые в ходе этого были выработаны, также будет проходить в профильных комитетах ЗАГС Собрания. Что касаемо предложений, которые поступают от общественности, от активистов, были какие-то рациональные, которые вы брали за основу? Да, вы знаете, сейчас в проработке вопрос о финансировании пожарных частей и работы по борьбе с пожарами на территориях муниципальных образований. Для муниципальных бюджетов очень тяжело содержать такие части. А сами понимаете, вопрос очень серьезный. Вот этот вопрос мы сейчас взяли в проработку и будем стараться здесь помочь муниципалитетам. А что касаемо долга, который на сегодняшний день есть у Владимирской области перед государством? Вы знаете, в плане государственного долга могу сказать, что Владимирская область выглядит значительно лучше других регионов ЦФО. У нас с вами очень небольшой государственный долг и на каждого конкретного жителя, и нагрузка на бюджет минимальна здесь. Предел государственного долга установлен на 2019 год порядка 7 миллиардов рублей. В рамках всего бюджета это небольшие деньги. Мало того, на сегодняшний момент эта цифра гораздо ниже предельно допустимой планки. Что касается муниципалитетов, их любимая песня такая, «Замените нам, пожалуйста, коммерческие дорогие кредиты дешевыми бюджетными кредитами». Ну и действительно, проценты, которые они платят в банке, довольно высокие. Это как вот, если вы знаете, семейный бюджет имеется и не хватает. Либо берут, например, в микрокредитных организациях под высокие проценты эти деньги, либо у родителей, у богатых родственников, те, которые могут дать. И тут можно обойтись не процентами, а просто бутылочкой коньяка. Вот такая бутылочка коньяка – это ставочка 0,1% для того, чтобы муниципалитеты могли пользоваться вот такими кредитами. В нашей области в 2019 году еще больше коммерческих кредитов будет заменено именно бюджетными кредитами. Таким образом, муниципалитеты не будут тратить большие деньги из своих нищих фактически бюджетов зачастую на оплату их коммерческим банкам. Что касаемо налогов, потому что ни для кого не секрет, основная наполняемость бюджета – это налоги. Есть ли какие-то моменты в этом вопросе, чтобы именно налоги оставались во Владимирской области, они уходили в федеральный центр, но, соответственно, из-за этого будет бюджет опять же пополняться? Вы знаете, да, налоговые и неналоговые доходы – это, в общем-то, основные источники пополнения областного бюджета. И здесь я вижу, что новый губернатор и его команда активно работают по привлечению в область новых инвесторов. Это очень важная работа, совершенно правильно, что с этого они начинают. Тем не менее, я бы хотел также рекомендовать губернатору и его команде обратить внимание на те предприятия, которые фактически уже работают в нашей области, но зарегистрированы в других регионах. А значит, налог на прибыль они платят там. Наверняка ушли-то предприятия, точнее, работают фактически в Владимирской области, а зарегистрированы в Нижегородской, Костромской или Ярославской. По соседству, наверное, не от хорошей жизни. Может быть, тогда им какие-то преференции сделать. Вы знаете, причины, почему предприятия зарегистрированы в одном регионе, а работают у нас, разные. Но вот сейчас, когда и руководство Федеральной налоговой службы в регионе сменилось, и губернатор сменился, и команда, и политическая обстановка, я считаю, доказать инвесторам, доказать собственникам предприятий и лицам, принимающим решения об этом, то, что в нашей области выгодно регистрировать предприятие и вести работу, думаю, что такая возможность есть, и ее надо использовать обязательно. Михаил Юрьевич, на Ваш взгляд, каким образом сегодня можно наполнять муниципальные бюджеты в этом отношении, какие законопроекты уже приняты, а какие сейчас в разработке? В этом направлении мы приняли ряд законопроектов. Налог на добычу полезных ископаемых, общераспространенного типа, песок, щебень, торф, глина, некоторые другие. Налог от них теперь будет зачисляться в местные бюджеты, по месту нахождения места рождения. А раньше? А раньше весь этот налог уходил в областной бюджет. Теперь муниципалитеты смогут, и, я надеюсь, будут, лучше отслеживать то, сколько именно налога должно быть взыскано на их территории, потому что это будет поступать в их бюджет, и они смогут распоряжаться их по собственному смотрению. С какого числа? Это будет с 1 января 2019 года. И еще один законопроект, который предполагает зачисление налогов от акцизов, от производства слабоалкогольных напитков, таких как сидр, пуаре, медовуха, прямиком в местные бюджеты. Очень сильно от этого должен выиграть город Суздаль, город Лакинск. И вот это поможет местным властям решать свои задачи в большем объеме. А я напоминаю, о бюджете Владимирской области мой коллега Алексей Дудин беседовал с председателем профильного комитета ЗАГС Собрания Михаилом Максюковым. Колобки из фетра, сосновых шишек и газетных трубочек. Владимирский хлебокомбинат подвел итоги 21-го конкурса среди первоклассников на лучшее изображение главного символа предприятия. По традиции на церемонию награждения в областной театр драмы пригласили всех участников конкурса. Победители получили призы от хлебопеков, а подарком для всех гостей праздника стал спектакль Мэри Поппинс. Подробности у Оксаны Любимовой. Колобки из ниток, шишек, фетра и даже пайеток и бисера. Уже 21 год подряд владимирские первоклассники лепят, шьют и рисуют главный символ Владимирского хлебокомбината. Матвей Тюканов из 24-й школы своего колобка сделал из газетных трубочек. Говорит, чтобы получилась такая красота, пришлось серьезно потрудиться. Мы немножко с кругом ошиблись, немножко не так заплели. И что пришло делать? Мы его чуть-чуть заплели и заново начали делать. Мы его покрасили, купили глазки, нашли ротик, нитки, купили шляпку и нашли пуговицах носик золотой. Конкурс на лучшее изображение колобка проходит в рамках акции «Первоклассник». В этом году в ней приняли участие больше 15 тысяч детей. 1 сентября подарки от Владимирского хлебокомбината получили все первоклассники 33-го региона. А всего за время существования этого благотворительного проекта в нем поучаствовали 150 тысяч детей. И таким опытом Владимирских хлебопеков уже заинтересовались другие предприятия области. Мамы, папы, которые когда-то, много лет назад участвовали в этих акции, в акции в этой, они приводят своих детей первоклассников, вспоминают, как было тогда, когда сейчас. И я могу сказать, что в перспективе руководство предприятия хочет подтянуть к участию в этой акции и другие предприятия города и области. Ну и, собственно, нашим проектом уже интересуются и на федеральном уровне. Творческие работы на конкурс прислали больше пяти сотен первоклассников. Члены жюри говорят, детская фантазия радует и удивляет. Выбрать лучших было очень сложно. Бумага, дерево, картон, листья, шишки. Был один подарок, который мы отметили в виде тортика, был сделан с колобком. Очень много и очень большое воображение у детей. Удивили большим количеством работ, удивили своей индивидуальностью, удивили тем, что потратили очень много времени на работы. И мы, конечно, от лица Владимирского хлебокомбината старались показать нашу любовь к детям и оценить все работы по максимальной шкале. Конкурс поделок объединил целые классы. Вторая школа Владимира получила специальный приз за многолетнее участие в акции. Учителя говорят, дети всегда с большим удовольствием делают работы на конкурс. Он сплотил и детей, и родителей, и привлек любовь к хлебу, конечно. За лучшие работы в четырех разных номинациях первоклассники получили призы, игры и спортивный инвентарь. А подарком для всех участников конкурса стал спектакль «Мэри Поппинс». Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. Поздравили главного волшебника страны. 18 ноября Дед Мороз отметил свой день рождения. Такую дату еще до наступления календарной зимы более 10 лет назад выбрали дети. Считается, что именно в середине ноября на родину Деда Мороза в Великом Устюге приходят морозы. Во Владимире поздравления для волшебника принимали на Георгиевской улице. Много ли поздравлений написали Владимирсы и гости города? Что пожелали дедушке и удалось ли увидеть волшебника? Узнала Маргарита Махрова. С самого утра пешеходная Георгиевская улица превратилась в настоящий праздничный штаб Деда Мороза. Дети и взрослые приносят ему свои поздравления. Ведь именно 18 ноября у главного сказочного волшебника день рождения. Письма и открытки для именинника принимают в ледяной пещере. Здесь же можно и поделку смастерить вместе с родителями, бабушками и дедушками. А еще нарисовать портрет Деда Мороза. Сколько лет сказочному волшебнику неизвестно, но для детей и взрослых он вечный символ чуда и праздника. Знал, что у Дедушки Мороза у самого сегодня день рождения? Да. Счастья. Счастья пожелал. Деду Морозу, наверное, столько же лет, сколько лет детям. А детям бесконечно лет. Они всегда будут дети и были, и будут. А Дед Мороз для нас всегда молодой. Мы верим в чудеса и в то, что Дед Мороз существует, конечно, приносит подарки, радует детей и взрослых тоже. Дедушка Мороз, это для тебя. Мы тебя верим и любим, и обнимаем, и целуем. Все открытки, пожелания и поделки собирают в шкатулку. А когда она наполняется, перекладывают в специальный почтовый мешок. Ближе к концу дня поздравлений для Деда Мороза уже сотни. Оставляют их не только дети, но и взрослые. Я пожелал ему здоровья, потому что мы его любим, верим в него и ждем. Каждый год ждем, даже в любом возрасте. Я хочу, чтобы все писали Деду Морозу письма, потому что чудо случается. Пусть будет у каждого чудо в жизни. Я пожелал ему здоровья, счастья и чтобы всегда был молодым. И все вокруг тебя улыбаются. Кто никогда без сомнений нет, но здесь, что этот Новый год начинается. Песни, танцы, конкурсы и викторины. Во Владимире день рождения Деда Мороза отмечают уже несколько лет. В этот раз для гостей организовали музыкальные и развлекательные площадки. Идея поздравлять Деда Мороза с его Новым годом – это здорово, потому что обычно он поздравляет нас с Новым годом и выполняет наши просьбы. А здесь самое главное – это поздравление, теплые слова самому дедушке, чтобы он долго-долго нас радовал. Ну и, конечно, программы, которые сегодня с самого утра «Нон Стопом» идут на нашем празднике. Очень качественные, великолепные, с элементами интерактива и концертные номера, и отрывки из сказок. Сам праздник придумали более 10 лет назад – сами дети. Считается, что именно 18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге наступают настоящие морозы. В этот день волшебник продолжает подготовку к Новому году у себя дома и принимает поздравления от детей со всей страны. На концертной площадке улицы Георгиевской зрителям презентовали новогодние программы. Ближе к празднику они пройдут на разных площадках города и области. А еще дети и взрослые могли проявить свои знания в праздничных конкурсах. Машенька, голубушка, помоги мне. Испеклись мои жене пирожки. Вытащи их. А теперь, внимание, вопрос. Что же ответила Машенька, когда печка обратилась к ней за помощью? Самые активные участники праздника могли выиграть билеты на сказочные представления или на аттракционы. А еще загадать новогоднее желание. Вы сегодня даже приз выиграли. Это хорошо сказки знаете все? Ну да, мы не так давно смотрели некоторые из них, а так, ну, как бы читаем, когда есть время. Что на Новый год хочешь получить? Первый вопрос. Котенка. Ух ты, живого? Да. Скажи, вот как назовешь? Бусинка. Настроение каково? Ура! С днём рождения, дедушка Мороз! Самых маленьких гостей праздника развлекали на игровой площадке у старой аптеки. Сказочные персонажи загадывали детям загадки и даже организовали целый оркестр, который в итоге сыграл песенку на ложках. На празднике в честь Деда Мороза устроили даже световое шоу. Раз, два, три! Огонюк гори! В финале с волшебным именинником устроили сеанс видеосвязи, и дети смогли лично передать ему свои поздравления. Дед Мороз рассказал, что с новыми технологиями дружит и с их помощью всегда узнаёт, как живут его друзья в разных уголках страны. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Дедушка, слышу и вижу вас очень хорошо. А из какого города вы мне звоните? Мы! Мы из Владимира, дедушка! Из Владимира! Знаю и очень люблю ваш город! А ещё с помощью волшебства все письма и подарки, которые за день написали владимирцы и гости города, прямо во время трансляции переместились к Деду Морозу в большом мешке. Самые лучшие поздравления наградят призами на открытии рождественской ярмарки в декабре. К нам на Соборную площадь должен приехать и сам Дед Мороз. Маргарита Махрова, Артём Горчаков, Шестой канал. В Суздале прошёл чемпионат России по жиму и классическому жиму. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Кто будет представлять нашу страну в составе сборной России, узнал Игорь Липский. На три дня Суздаль стал местом встречи сильнейших атлета Владимирской области и России. 39 регионов, около 200 участников. Цель каждого спортсмена – получить путёвку в сборную страны. Данный чемпионат является отборочным к чемпионату мира, который на следующий год состоится в апреле месяце в Японии, в Токио. Отбирается сборная команда, то есть первые, вторые, третьи номера попадают в состав сборной для того, чтобы был сформирован состав сборной команды. В третий день соревнований женская команда из Владимирской области заняла второе место, уступив команде из Санкт-Петербурга. Наряду со здоровыми тяжелоатлетами соревнуются и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вера Муратова поставила рекорд России. В весовой категории до 83 килограммов она подняла 142,5. В состав команды Владимирской области вошли и именитые спортсмены. Пятикратная чемпионка мира и чемпионка России по пауэрлифтингу Инна Филимонова в личном зачете заняла третье место. Она выступала в весовой категории до 57 килограммов и подняла 85. Скоро у нас очередные соревнования, чемпионат Европы по силовому троебору, по классическому, будут в Каунасе. Поэтому мы к нему основной частью готовимся. И жим лежа это одно из упражнений, которое будет там же представлено. На этом победы спортсменов из Владимирской области не закончились. Юрий Игушев из Коврова в личном зачете занял первое место в категории до 59 килограммов. Он поднял 110 килограммов. Готовился недолго, потому что у меня травма спины. Тяжелая физическая работа. Сейчас строюсь, дом строю, мастерскую. Ну, пожалуй, 110. Этого хватило на первое место. В командном зачете мужская команда Владимирской области заняла первое место. Окончательный состав сборной страны станет известен позже. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok